Возможно, в куплетах этих начал чувствоваться дефицит философского обоснования того, что на вангардистской экспозиции висит. Скорей же, коротенько восполним, давайте сразу с козырей. Аристотель, его теория мемезиса, концепция живописи как подражательство природе, начала казаться лишней, ведь она изображала реальность, которая лишь некая группа и воплощение божественных идей, как считалось. И, видимо, так считается в философии. И вот уже скепсис в свете технических и социальных перемен начал вызывать аристотелевский мемезис. От него искусство отворачивалось на другой путеводный звон. Искусству был нужен другой канон, другое основание, и вводал искусству Платон со своими первоидеями. И стало для вангардистов все логично. Пускай-ка теперь предметы сосуды первоидеи отображают максимально реалистично фотокамеры, а делом художника станет изображать сразу сами идеи, ибо это и есть, так сказать, суть, те самые, так сказать, души предметов и явлений он будет рисовать по делу без отвлекающих материальных оболочек. Вот на такой философской почве росло выдающееся среди выдающихся прочих учений Кандинского. Противоречивым он был человеком по складу ума 19-го столетия фигура, при этом для искусства 20-го века придумал один из самых радикальных методов и был первым заявителем теории того, что теперь художник не обязан оправдывать вкус ожидания потребителя, и мерил им для живописца должна быть его внутренняя необходимость, а не общепринятый закон. При этом всем Кандинский так и остался верен станковой картине, тогда критикуемой со всех сторон. Правда это или нет, но поговаривает, что путь свой не близкий. К созданию абстракционизма начал молодой Василий Кандинский, поразившись цветам красок, картины, подумав, а где здесь предметы, что за манера. И прочти этикетку, удивившись, разглядел Хлод Мане. Сток Сена II. Очень важный на пути рождения абстракционизма был Овеха, когда он студентом юридического от кружка этнографического поехал в экспедицию по изучению крестьянского быта Вологодской губернии, где, войдя в избор, он был в области. Он почутился, как, наверное, сейчас он сказал бы в 3D измерении картины, ведь там его окружили стол, лавки, шкафы и, конечно, печь. И все расписаны пестрыми, размашистыми орнаментами, о чем он так держал речь. Живопись обступила меня, я вошел в нее. Таким образом, народная роспись подтолкнула Кандинского к мысли, что живопись нет, двухмерная плоскость для созерцания, зрителям висящая на стене в раме. А как он представлял жизнедействующие миры, которые бы тебя обступали, когда ты в них входишь, становясь их частью? Вот такое открытие. Потом стало целью художника, который он шел долго и затруднительно, начав с фигуративной живописи через импрессионизм, постепенно к абстрактному искусству против карьеры у юриста. Отдался самозабвенно этому пути, уехал в Мюнхен учиться живописи, город рисовал целыми днями, а потом шел в мастерскую, когда вечер накрывал все тенями. И однажды так в сумерках туда, заходя, был очарован неожиданным зрелищем, увидев перед собой картину, пропитанную внутренним горением. Пораженно гадал, откуда здесь эта прекрасная вещь, у меня же не маразм, подошел к загадочной картине, и как, наверное, сейчас он сказал бы, сложился пазл. Это совершенно непонятное по внешнему содержанию полотно, состоявшее исключительно из красочных пятен, оказалась картина его, прислоненной к стене, стой на боку. Наверное, думал, фух, слава богу, я не ку-ку, в тот день утвердился в мысли Василий Кандинский, я должен, я смогу изгнать предметность из своих картин, она им вредна, ведь была не видна предметность, нечитаема в сумеречном освещении того полотна. Зато заиграли смутные цвета, завораживая художника, образовав загадочный ритм, наполнив пространство в мастерской странной мелодикой. Так сильно это переживание связи музыки и цвета Кандинского поразили, что раскрытие тайной синтеза звука и красок стало важным делом его жизни. В своем учении Кандинский назвал цвета живописными звуками, считая, что каждый из них связан с вполне определенными чувствами. В итоге, астральный символ мира, таков белый цвет по Кандинскому, нечто погашенное и печальное, это фиолетовый цвет по Кандинскому. Безутешная неподвижность, краска серая по Кандинскому, мертвое ничто, но это что по Кандинскому, черное что не по Кандинскому. Кандинскому